Отец Небесный 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» я скажу, что атеизм — это отрицание существования Бога. И как в этой ситуации нам отразить эти атаки? Может быть, мы пойдем таким путем, что мы просто процитируем в этой беседе или в этой дискуссии, в этой встрече с человеком, известный 13-й псалом, 1-й стих, сказано, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И нам кажется, что если мы будем беседовать с атеистом, который будет доказывать, что Бога нет, и мы прочитаем этот текст Писания, это как-то повлияет на него. Будьте уверены, что это никак не повлияет на него. Нам нужно в этой ситуации и самим какая-то уверенность, нам нужно и самим знать какие-то способы, чтобы, беседуя с этим человеком, действительно добраться до его сердца, действительно привести его к необходимости веры. Мы не ставим перед собой задачу, что мы докажем существование Бога, и всякий неверующий, и всякий атеист, что он обязательно уверует. Но мы все-таки должны использовать самые разные способы, чтобы человек, который отрицает существование Бога, он задумался, он начал рассуждать. И в этой ситуации, как я сказал, мы сталкиваемся с проблемой. С проблемой, что мы не можем аргументировать Писанием. И мы, как верующие люди, мы привыкли к тому, что любую истину, любое доказательство мы находим в Священном Писании. Мы открываем текст Писания, мы говорим, так написано. И это не работает тогда, когда мы беседуем с атеистами, потому что они не верят Писанию. Библия для них не авторитет. Если мы откроем один или другой текст Писания и начнем читать и показывать, и говорить, вот что говорит Библия, это никак не повлияет на них. И в этой ситуации нам очень важно подумать, как же нам вести эту беседу. Мы понимаем, что Библия – это частное откровение. Частное откровение – это значит особое откровение, которое даровано Богом, которое записано, которое указывает на Иисуса Христа и на путь спасения. Но Священное Писание говорит, что есть еще один путь, который открывает нам Бога. В богословии это называется «общее откровение». И об этом общем откровении мы также читаем текст Писания, послание Римлянам в первой главе. Первая глава Римлянам с 19 стиха написано, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видим и так, что они безответны». Посмотрите, в этом тексте есть указание, есть подсказка, есть способ, как беседовать с атеистами, которые отвергают Священное Писание. В этом тексте сказано, чтобы знать о Боге, нам необходимо рассматривать творение. И посмотрите, в этом тексте есть важные слова «создание мира». В этом тексте указывается, что в беседе с атеистами мы должны посмотреть на сотворенный Богом мир и привести их к тому, что этот мир, эта вселенная, она не появилась сама собою, она была сотворена, и она была сотворена Богом. И вот в нашей теме сегодня я хотел бы, чтобы мы именно таким путем и увидели, как выстраивать эти аргументы. Я хочу показать четыре момента, которые показывают это. Вы видите вот здесь на экране эти четыре аргумента, которых мы коснемся сегодня. Четыре аргумента – это происхождение Вселенной, это настоящее существование Вселенной, это порядок во Вселенной и существование нравственности. Давайте коснемся каждого из этих моментов для того, чтобы увидеть, как эти четыре аргумента неверующему человеку, который отвергает Библию и Писание, как они показывают, как они ведут его к вере и к принятию существования Бога. Итак, первое, что мы сказали. Первый аргумент – это причина происхождения Вселенной. Мы хотим показать здесь, что Бог является причиной происхождения Вселенной. И в философии или в богословии вот этот аргумент, он называется космологический аргумент. То есть он показывает, что Вселенная не появилась сама собой, она была сотворена. Есть то, что называется законы логики. По законам логики составляется так называемый силогизм, когда берется два утверждения, и из этих двух утверждений делается вывод. Посмотрите на экране, как вы видите вот эти два утверждения. Первое – Вселенная имеет начало существования. Если это истина, тогда мы говорим, есть второй аргумент – все, что имеет начало существования, имеет причину для этого. Если эти два аргумента являются истиной, тогда вывод, который мы сделаем, он тоже должен быть истиной, а вывод, который мы делаем – Вселенная имеет причину для начала существования. Давайте подумаем, может быть, это немножко сложно, но давайте подумаем над каждым из этих аргументов, для того, чтобы увидеть, действительно ли это так. Сегодня наука доказывает, что Вселенная имеет начало существования. Сегодня научные доказательства, которые показывают это, и я хочу показать эти три аргумента вот этого первого пункта, что Вселенная имеет начало существования, доказывает расширение Вселенной сегодня, второй закон термодинамики и теория большого взрыва. Как это доказывает? Как вот эти три аргумента доказывают, что Вселенная имеет начало своего существования? Я хочу, чтобы мы посмотрели на эти моменты. Итак, первое – это расширение Вселенной. Ученые сегодня говорят и доказывают, что каждый объект во Вселенной удаляется друг от друга, и даже само пространство расширяется. Вся Вселенная расширяется. И это открытие, вот это открытие, которое называется «разбегание галактик», оно было сделано в 1929 году. Вселенная стремительно расширяется сегодня. Посмотрите, цитату Георгия Гамова, это физик-теоретик, астрофизик, он говорит, «все пространство Вселенной с миллиардами галактик находится в состоянии постоянного расширения, когда все разлетается друг от друга с огромной скоростью». Еще одна цитата, это Стивен Хокин, известный физик-теоретик, космолог, который умер недавно. Он говорит так, «Старая идея о неизменяющейся Вселенной была заменена идеей о динамической расширяющейся Вселенной, которая, похоже, имеет начало в определенное время в прошлом и может иметь окончание в определенном времени в будущем». Посмотрите, ученые, физики, они говорят, что Вселенная расширяется. Если это так, тогда мы можем сказать, что Вселенная не может расширяться вечно. Был какой-то момент, потому что она не могла быть сжата бесконечно. И поэтому на основании того, что Вселенная расширяется, мы говорим, был какой-то момент, когда началось это расширение. Было что-то, что подействовало на начало этого движения. И это доказательство, Вселенная начала существовать, определенное время назад. Когда-то начался этот процесс. Когда-то началось это расширение. Второй момент, который доказывает, что Вселенная имеет начало, это второй закон термодинамики. Буквально этот закон звучит так. «Антропия изолированной системы стремится к максимуму». Сто процентов мы не понимаем, о чем здесь говорится. Это трудные термины. Но более понятно, когда мы посмотрим на эти иллюстрации. Все стремится к разрушению. Машины ржавеют. На этой фотографии это я стою на развалинах города Каринфа, который когда-то существовал, который когда-то был огромным городом. Сегодня это только развалины. И второй закон термодинамики, он доказывает, что все стремится к разрушению. Все постепенно, постепенно начинает разрушаться. И когда мы с вами смотрим Писание, мы читаем в Евреям, в первой главе сказано, «И в начале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты прибываешь, и все обветшают, как риза». Это второй закон термодинамики. Это Писание говорит, что все, что Богом сотворено, оно обветшает, оно стремится к разрушению. И поэтому мы с вами видим, к чему приводит физика. Физика приводит к тому, что все разрушается. К этому приводит биология. Все стареет и все распадается. И это означает, что Вселенная истощается. Она разрушается. Посмотрите еще одну цитату. Это астроном, физик и космолог Роберт Ястров. Он говорит, «Законы термодинамики приводят к одному выводу. Вселенная имеет начало». Это ученые. Они пришли к этому выводу на основании второго закона термодинамики. И если мы говорим, что сегодня, Вселенная еще не истощила себя, Вселенная еще не разрушилась, иначе бы ее не было, и нас с вами бы не было. Это значит, что Вселенная имеет определенное начало в прошлом. Когда-то она появилась, когда-то началось это разрушение, что-то произошло, и мы видим, этот процесс продолжается сегодня. И это доказывает, что Вселенная имеет начало. И, наконец, третье доказательство – это теория Большого Взрыва. По этой теории ученые считают, что Вселенная имеет начало в гигантском взрыве в определенное время в прошлом. Посмотрите, еще одна цитата. Стивен Вайнберг, американский физик, он говорит так. «Вначале был взрыв. Не такой взрыв, который известен нам на Земле. Это был взрыв одновременно везде, наполнивший все пространство от начала с частицами материи, разлетающейся одна от другой. Ученые считают, что начало Вселенной во взрыве. Когда-то произошел этот взрыв, и мы видим, они говорят, еще одна цитата Стивена Хокинга, он так говорит, «Почти все сегодня верят, что Вселенная и само время имеет начало в большом взрыве». По теории, я говорю, это теория ученых, по теории большого взрыва Вселенная не существует от вечности. Было это начало, и атеисты признают, что Вселенная произошла из ничего и без причины. Для того, чтобы это как-то объяснить, они придумали термин «сингулярность», сами не понимая, что это такое, и говорят, из ничего, из сингулярности в момент большого взрыва появляется Вселенная. Но для нас, когда мы смотрим на все эти аргументы ученых, мы только подтверждаем то, что мы хотим доказать. Вселенная имеет начало. Второй закон термодинамики говорит об этом, что хаос, который все больше и больше появляется во Вселенной, это означает, что в самом начале был какой-то порядок, была какая-то определенная система, которая начала разрушаться. И когда мы говорим, если этот особый порядок был в самом начале, как этот порядок мог быть во взрыве, как к этому порядку мог привести этот большой взрыв, а может быть, было начало в сотворении, может быть, именно сотворение привело к этому определенному порядку, который по какой-то причине, которое Библия называет грехом, начала разрушение. Еще одну цитату я хочу привести, Виктор Вескопф, это физик, он говорит, действительно иудео-христианская традиция описывает начало мира, которое удивительным образом похоже на современную научную модель. Это ученые к этому приходят, что то, что говорит Библия, то, чему учат евреи, христиане, это так сильно похоже на ту модель, которой сегодня приходят ученые. Итак, мы с вами видим, что все эти три аргумента, расширение Вселенной, второй закон термодинамики, и теория Большого Взрыва, они доказывают наш первый аргумент, Вселенная имеет начало существования. Давайте посмотрим на второй аргумент. Мы сказали, что второй аргумент, это все, что имеет начало существования, имеет причину для этого, и вывод Вселенной имеет причину для начала существования. Все, что имеет начало существования, имеет причину для этого. И мы задаем тогда вопрос, что стало причиной начала вселенной? Была какая-то причина, которая не является самой вселенной? Мы с вами приходим к этому выводу, если вселенная начала свое существование и была причина, это причина не в самой вселенной. Поскольку начало материальной или физической вселенной, оно появилось, что-то было этой причиной. И посмотрите, к какому выводу мы приходим. Причина начала вселенной, она не в самой вселенной, потому что она привела к существованию вселенной. Эта причина не является физической, потому что эта причина привела к появлению физического материального мира. Эта причина не является временной, потому что появление вселенной, это было появление материи, это было появление времени. Значит, причина не подвластна времени, эта причина является сверхъестественной, потому что она привела к существованию Вселенной. Это какая-то сверхъестественная причина, это какая-то особая причина, которая вне Вселенной. Еще один важный момент. Когда мы говорим о том, что была какая-то причина, которая не от Вселенной, не от физических процессов, не от природных процессов, но в какой-то момент, как говорят ученые, вдруг появилась Вселенная. Мы задаем вопрос, почему в какой-то момент? Почему не миллиарды лет до этого? Почему не миллиарды лет после этого? Что привело к тому, что именно в какой-то момент появилась Вселенная? И мы приходим к этому выводу, что это причина личностная. Это было какое-то решение, это было какое-то приказание, это кто-то принял решение, и Вселенная начала свое существование. И поэтому, когда мы смотрим с вами и отвечаем на этот вопрос, что есть причина происхождения Вселенной, причина, которая отвечает всем этим пунктам, мы приходим к этому моменту. Это причина Бог, потому что Бог не в самой Вселенной, Бог не подвластен физике или материи, Бог не подвластен времени, Бог обладает сверхъестественной силой, Бог является личностью, которая в определенный момент принимает решение о творении Вселенной. И Вселенная была сотворена. Итак, мы с вами посмотрели на первый момент, это происхождение Вселенной. Происхождение Вселенной доказывает существование Бога. Если вы заметили, мы почти не опирались на Писание. Мы смотрели на то, что говорят ученые. Мы смотрели, как Писание говорит нам, рассматривая творение, мы приходим к очевидному выводу, что его вечное божество, оно существует, Бог является причиной. Давайте посмотрим второй аргумент. А второй аргумент это настоящее существование Вселенной. Мы смотрели на самое начало, теперь давайте посмотрим на то, что из себя представляет Вселенная сегодня. Даже если Вселенная существовала всегда, как сегодня уже очень мало ученых верят, то что-то должно влиять на ее существование сегодня. И когда мы смотрим, что происходит, что заставляет двигаться атомы, что создает гравитацию, что производит электромагнитные волны, мы, люди, сегодня не являемся причиной своего существования. Значит, эта причина существования, она где-то вне нас. И нам важно найти ответ, что является этой причиной. Наверное, атеисты сразу приведут такой аргумент. Это цитата Дэна Баркера, одного из известных современных атеистов. Он говорит, старый космологический аргумент утверждает, что поскольку все имеет причину, значит, должна быть и первая причина, недвижимый первый двигатель. Сегодня никто из философов, атеистов не защищает этот аргумент, потому что если все должно иметь причину, значит, и Бог должен иметь причину. Я попытаюсь немножко объяснить эту фразу. Когда мы говорим на настоящее существование Вселенной, и мы говорим, есть какая-то причина, которая побуждает, чтобы Вселенная существовала. Есть первая причина, и иллюстрация показывает, когда мы смотрим на состав поезда, и мы видим, что вагон двигается за вагоном, и каждый предыдущий вагон, он тянет по следующий вагон. И для того, чтобы нам увидеть, почему же происходит движение, нам нужно дойти где-то до самого начала. И тогда мы доходим до начала, и мы видим, есть электровоз. Он тянет все вагоны, каждый вагон тянет по следующий вагон, но электровоз, он тянет все вагоны, и в то же время его никто не тянет. Он является причиной всего движения. И в этой ситуации, когда мы смотрим с вами вот на эту иллюстрацию, атеисты как раз и говорят. Если все в этой Вселенной должно иметь причину, значит, и Бог должен иметь причину. И здесь мы можем попасться в определенную ловушку. В чем эта ловушка? Потому что мы никогда не утверждаем, что все имеет причину. Если вы помните, с самого начала мы сказали, что все, что имеет начало своего существования, имеет причину. И мы доказали, что Вселенная имеет начало своего существования, и поэтому она имеет причину. Но когда мы говорим о Боге, мы знаем, что Бог – это Личность, у которой причина существования не вне, а в нем самом. В этом и отличие Бога Творца от всей Вселенной. Вся Вселенная имеет начало существования, и поэтому она должна иметь причину. Бог, который является Творцом, который не является частью Вселенной, это особая Личность, которая не имеет причину своего существования, потому что это причина в нем самом. И здесь я хочу привести текст Писания, который говорит об этом. Посмотрите, Иоанна 5, глава 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Бог – это особая Личность, для которой не нужна причина существования. Он имеет жизнь в самом себе. Он, как этот электровоз, который двигает всю эту цепочку Вселенной, и при этом не имеет причину для своего собственного существования. Деяние 17, 28 написано, «Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Им, Богом, который вне всей этой Вселенной, который не имеет причину для собственного существования». И вот здесь как раз и находится ответ на тот вопрос, который иногда задают атеисты. А кто создал Бога? Или откуда появился Бог? Бог Библии не определяется временем, пространством и материей. Если Он подвластен времени, пространству и материи, Он уже не является Богом. Время, пространство и материя были сотворены. Они начали существование. Время не может существовать без пространства и материи. И поэтому сам вопрос, кто создал Бога, он абсурдный. Бога не может никто создать. Бог является особой личностью. Бытие 1.1 написано, «В начале» — это время. Бог сотворил небо — это пространство. И землю — это материя. Бог в самом начале сотворил пространство, материю и время. Он является творцом всего этого. Как мы можем задать вопрос, кто его сотворил, если он является творцом? И поэтому Бог, который создал и материю, пространство и время, Он должен быть вне их. Если Бог — причина материи, значит, Он не может быть материальным. Если Бог — причина времени, значит, Он не может быть временным. Если Бог — причина пространства, значит, Он не может быть ограниченным. Он вне всего этого. Он является творцом. Но если скажут все, если все имеет причину, неужели у Бога нет причины? Да. Бог — это особая личность, которая не имеет причины. Мы смотрим с вами на третий момент. И третий момент или третий аргумент — это порядок во Вселенной. Мы можем увидеть доказательства Бога, когда мы смотрим на тот порядок, который существует во Вселенной. В богословии это называется теологический аргумент. В чем этот порядок? Хочу привести еще одну цитату. Это Робин Коллинс, философ. Он говорит так. «Когда ученые говорят о порядке во Вселенной, они указывают на сверхъестественный баланс, фундаментальность законов и параметров физики и условий Вселенной, в результате которых в нашей Вселенной есть необходимые условия для поддержания жизни. Их взаимодействие просто поразительно и не может быть просто случайностью». Что это значит? Это значит, что то, как устроена наша Вселенная, это то, каков порядок во Вселенной, это не просто случайность. Это определенные законы, которые настолько точны, и в их взаимодействии мы видим причину творения Бога. Вот на этой иллюстрации вы можете увидеть, это астроном Хак Рос, он перечисляет 26 физических параметров Вселенной, без которых невозможно существование жизни. И если бы хотя бы один из них был изменен на малую долю, жизнь была бы невозможна. И в этих данных постоянство силы гравитации, постоянство электромагнитной силы, постоянство ядерной силы, количество протонов, количество электронов и так далее, и так далее, и так далее. Там есть веб-сайт, молодежь, вы можете посмотреть. Каждый из этих аргументов. 26 различных параметров. Если нарушить хотя бы один из них, жизнь становится невозможна. Еще одна цитата Роберта Ястрова, он говорит, «В соответствии с данными физики и астрономии, очевидно, что Вселенная была очень точно сконструирована, чтобы на ней существовал человек. Это называется антропный принцип. Это наиболее теистический результат, который дает нам наука. Теистический результат – это результат, который указывает на Бога. Наука указывает на Бога, когда она рассматривает порядок Вселенной. Когда она видит все эти законы, которые существуют во Вселенной. Все эти условия, они не могли возникнуть случайно. Посмотрите на эту иллюстрацию. Здесь огромное число. 10 в 22 степени. Это количество планет. Если только на одной планете есть жизнь, то случайность этого выражается 10 в 138 степени. Всех атомов во Вселенной, как говорят ученые, если почитать все атомы во всей Вселенной, получится цифра 10 в 79 степени. Но случайность всех этих законов, случайность того, что на одной планете случайно появилась жизнь, это 10 в 139 степени. Это невозможно. Это число невозможно представить. И поэтому мы видим, что случайность невозможна. Бог является причиной порядка во Вселенной. Есть еще один аргумент. Когда мы смотрим с вами вот на эту иллюстрацию, мы видим эти прекрасные горы, мы видим с вами, что мир находится в особом порядке, в особой сложности. Мы смотрим с вами на горы, на озера, и мы понимаем, что вот эти горы, вот эти озера, они возникли по причине гравитации, по причине ветра, по причине воды. И на протяжении какого-то времени появляются эти горы. Когда мы смотрим с вами на снежинку, и мы видим с вами эту прелесть, и мы понимаем, что вода замерзает особым образом, и нет ни одной снежинки, которая была бы похожа друг на друга, и ученые говорят, причина этому молекула воды. Они таким образом замерзают. И мы можем с этим согласиться. Но когда мы смотрим с вами на эту иллюстрацию, когда мы поедем в Южную Дакоту, на городу Рашмор, мы видим здесь не просто сложность и порядок. Мы видим с вами здесь информацию. И никто не придет к выводу, что это действие ветра, воды, гравитации, посредством того, что ветер дул особым образом, из этих гор появились эти изображения. Почему? Почему, смотря на горы, мы соглашаемся, а смотря на это изображение, мы говорим, нет, это не вода, нет, это не воздух. Причина в том, что в этом изображении заложена информация. Это изображение, это люди. В этом изображении есть информация, и это побуждает нас отказаться от того, что это появилось случайно. Это просто вода, это ветер. Здесь есть информация, которую мы с вами сразу видим. Ученые говорят, что в природе есть информация. И когда мы думаем об этом, мы приходим к существованию молекулы ДНК. Информация происходит только от разума. Есть ли во Вселенной информация? Ученые говорят, это информация в молекулы ДНК. Геном человека – это код. В человеке заложена информация, мы запрограммированы, и наше тело работает по той программе, которая существует. Одна цитата Энтони Флю, философ, бывший атеист, и считается, что он был самым известным атеистом 20 века. Есть замечательная книга, которую он написал, когда он обратился к Богу. И он говорит, «Сверхразум – это единственное достаточное объяснение жизни и сложности природы». 26 июня 2000 года президент Клинтон в речи по исследованию генома человека сказал такие слова. «Сегодня мы выучили язык, на котором Бог создал жизнь. Мы еще больше поражены сложностью и красотою этого Божьего дара». Когда был открыт геном человека, когда были исследованы эти молекулы ДНК и была увидена информация в молекулы ДНК, к этому выводу пришел президент и ученые. Еще одна цитата, которую он сказал. «Со смирением и восхищением мы признаем, что сделали первый шаг в чтении нашей собственной инструкции, которая была известна только Богу». Чарльз Текстон, это автор книги «Information of the Origin of Life», он говорит так. Защитники разумного происхождения жизни отмечают, что молекулярная биология раскрыла аналогию между ДНК и языком. Генетический код функционирует точно как код языка. ДНК – это система молекулярной коммуникации. Последовательность химических букв сохраняет и передает сообщения каждой живой клетке. «Мы видим, что в человеке, в творении есть информация, и наличие информации указывает на разум, и это указывает на существование Бога». Еще одна цитата, это Стефан Мейер. Он говорит так. «В то же самое время, когда программисты создавали компьютерные программные языки, молекулярные биологи сделали открытие, что живые клетки используют определенное подобие программного кода. Когда ученые сделали это открытие, они увидели, что в человеке есть информация, а информация имеет начало, она имеет создателя, информация ДНК, она заложена разумом. Дизайнер и программист этой информации – это Бог. Он является творцом и создателем». Итак, мы с вами посмотрели на три аргумента, и теперь подходим к последнему, четвертому аргументу. Это наличие нравственности. И нам важно здесь увидеть, что Бог является законодателем нравственности. И это в богословии называется моральный аргумент. Когда мы с вами рассматриваем атеизм, нам важно задать вопрос, как атеизм может объяснить понятие морали или нравственности. Мы понимаем, что ученые могут исследовать какие-то физические атрибуты – масса, заряд, вращение. Это все физические атрибуты. Но когда мы говорим о нравственности, когда мы говорим о том, что хорошо и плохо, когда мы говорим о наличии справедливости, честности, любви, откуда появляются эти понятия? Как можно сказать, что это хорошо, а это плохо? Это добро, а это зло? И мы с вами видим, что во всем мире существуют эти понятия, что есть добро и что есть зло. И даже если некоторые люди и даже целые нации, они принимают другой путь, абсолютная истина остается. Когда нацисты приняли решение уничтожать евреев, и начался Холокост, даже если целая нация считала, что это добро, весь мир по-прежнему считал, что это зло. Потому что есть определенные, реальные, абсолютные понятия добра и зла, нравственности и безнравственности. И когда мы думаем об этом, мы приходим к следующему выводу. Если Бог не существует, тогда объективные моральные ценности не существуют. Тогда никто не может сказать, что это добро, а это зло. Убить ребенка это добро или зло? Как мы можем это определить? Любить это хорошо или плохо? Как мы можем это определить? И мы приходим ко второму моменту. Моральные ценности существуют. Люди знают и понимают, что есть добро и зло. Люди понимают добрые качества и злые качества. И вывод. Поэтому Бог существует. Один скептик, Майкл Шермер, он сказал так. Моральный аргумент говорит, что люди это моральные существа, а животные нет. Откуда мы взяли это понятие морали? От высшего морального существа Бога. И это правильно. Откуда люди могут понимать, что есть добро и что есть зло? Откуда люди могут понимать понятие морали и нравственности? От Бога. Есть законодатель, который в своем законе определяет, что есть добро, а что есть зло. И люди именно от Бога, как от законодателя, они получают это распознание морали и нравственности. Один еще, одну цитату Майкла Руссона, научный философ, он говорит, позиция современных эволюционистов в том, что мораль это биологическая адаптация. Такая же, как наши руки, ноги и зубы. Этика это иллюзия. Мораль это только способ выживания и размножения. Посмотрите, как эволюционисты и атеисты определяют мораль. Они говорят, это способ выживания. Нету абсолютного понятия морали, нету моральных принципов, но мы видим, что моральные принципы существуют. Убийство, изнасилование, издевательство над детьми. Кто скажет, что это верно? Кто скажет, что это правильно? Кто скажет, что нельзя судить человека, потому что он считает, что это норма? Но с другой стороны, любовь, честность, жертвенность, это верно, это правильно, это добро. Эти законы дал законодатель. Бог является этим законодателем. И только люди имеют понятие морали. Животные не имеют этого, потому что только люди могут выбирать между добром и злом. И каждый человек знает, что он должен избегать зла, и он должен делать добро. Некоторые говорят, Бога нет, потому что вокруг столько зла. Но если есть зло, то что есть зло, если нет Бога? Как вы можете определить, что вокруг столько зла? Как вы можете определить, что убийство детей, смерть младенцев, это зло? Если нет Бога, как можно определить, что является злом? Как можно определить, что есть добро, если нет Бога? На чем мы основываемся? Если нет Бога, тогда нет и зла, нет и добра. Говорят, что эта цитата принадлежит Достоевскому, хотя в самой книге «Братья Карамазовы» нет этой фразы, но она вытекает оттуда. Если Бога нет, то все позволено. И в «Братьях Карамазовых» в этой беседе, которая происходит со старцем Зосимой, есть такая цитата. «Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же истягнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено». И мы приходим к выводу, что если Бог не существует, тогда нету моральных ценностей, тогда нету понятия добра и зла, но моральные ценности существуют, и люди знают их и понимают. Бог дал свой закон, Бог дал свое слово, Бог дал свое писание. Вот на этой картине вы видите картина Рембрандта, Моисей с книгой закона. Бог дал свои законы, Бог определил, что есть добро и что есть зло. Это доказывает существование Бога. Итак, мы с вами посмотрели на эти четыре момента, которые показывают, что есть Создатель. Происхождение Вселенной, настоящее существование Вселенной, порядок во Вселенной, существование нравственности, это все указывает на Творца. Но хочу сказать еще одно. Возвращаясь к этому тексту, с которого мы начали, где сказано, «Без веры угодить Богу невозможно». Все эти внешние доказательства, о которых мы говорили сегодня, они могут заглушить нашу внутреннюю способность слышать голос Божий. Для верующего человека этот Божий голос, который мы слышим, читая Писание, вникая в Писание, это уверенность, в этом вера наша. Нам не нужны доказательства, мы не основываемся на этом. Это помогает, когда мы беседуем с людьми, с атеистами, которые не признают Писание, но для нас, верующих людей, которые имели живую встречу с Богом. Этот Божий голос, это слово, которое мы знаем, оно является вернейшим доказательством уверенности в том, что мы знаем Бога. И поэтому помоги нам, Господь, оставаться верными. В Послании Евреям 11,6 сказано, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Поэтому в этом мире, где мы находимся, когда эти атаки атеизма все больше и больше направлены на нас, дай нам, Господь, иметь твердую веру, уповая на Господа, и знать, как отвечать тем, кто задает нам вопросы, и указывать на это творение Вселенной, через рассматривание Которое они могут увидеть Бога, и они могут прийти к живительной вере. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Господи Боже, Смири мое сердце, Дай для себя ничего не желать, Жизни своей пред тобою, пред светом, Далу я тречься не знать. В лес бы далекий, к поляне широкой, К соснам зеленым, Смолистым прийти, Все бы оставив И все позабывши, Тишь твою, Боже, уйти. Голос бы твой, Как Мария выслушать, В шепоте ветра Услышать его В искорке солнечной, В капельке блящущей Слова искать твоего. Господи Боже, Куда бы мне скрыться, Где бы вдали От тревоги земной Слова твой, Слова твое, Углубляясь, Учиться Истине Вечной благой. Слова твое, Углубляясь, Учиться Истине Вечной благой. Слова твое, Учиться Истине Слова твое, Учиться Истине 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 Вечной Истине Счастье я, что я Христа имею, А счастье я, что Он всегда со мной. Живу я и под этом не жалею, А счастье я, что Он со мной другой. О, блестивый, кроткий и смелый, Христос, Господь, живи во мне всегда. Чтоб сердце был в моем царь и чемпионный, Не надо упасть под тядестью креста. А счастье я, что я Христа имею, А счастье я, что Он всегда со мной. Живу я и под этом не жалею, А счастье я, что Он со мной другой. О, блестивый, кроткий и смелый, Бесконечный, с участьем, кто пройдет в руку мне. Лишь ты один, с любовью бесконечной, Меня простил, меня привлек себе. А счастье я, что я Христа имею, А счастье я, что Он всегда со мной. Живу я и об этом не жалею, А счастье я, что Он всегда со мной другой. Но мне порой так тяжело бывает, И кажется, оставит Бог меня. Но Бог душа в словах Твоих не мает, Я не оставлю, я люблю Тебя. А счастье я, что я Христа имею, А счастье я, что Он всегда со мной. Живу я и об этом не жалею, А счастье я, что Он всегда со мной другой. Неужели небо непрекрасно, Неужели там нехорошо? Так зачем же ты в наш мир ужасный, В рабском унижении слышу? Неужели хуже на престоле превосходной царской красоте, Чем терпеть мучительные воли, И отцу молиться на кресте? Чем терпеть мучительные воли, И отцу молиться на кресте? Неужели в ангельском служении Ты от раду сердца не нашел? Скорби, пытки, козни, поношенья, Радости небесной предпочем. Скорби, пытки, козни, поношенья, Радости небесной предпочем. Субтитры создавал DimaTorzok Огнец Божий, Друг и Избавитель За мой грех пришел ты пострадать И вести погибшего в обитель Благодатью грешных оправдать И вести погибшего в обитель Благодатью грешных оправдать Слава, слава, честь и поклоненье Аллилуйя милости Твоей За святую кровь за дар спасенья Праведный пронзенный царь царей За святую кровь за дар спасенья Праведный пронзенный царь царей За святую кровь за дар спасенья Иисус, Тебя я жду в ночной тиши В молитве расскажу я боль души Ты не молчишь, ты укрепишь Когда скорблю душой, глаза блестят слезой Отрешь своей рукой, я верю Когда в тиши ночной услышу голос Твой Открою широко я двери Как нелегко идти к святой очистке Сражаясь на пути в духовной битве Но я встаю, вперед иду Когда скорблю душой, глаза блестят слезой Отрешь своей рукой, я верю Когда в тиши ночной услышу голос Твой Открою широко я двери В тиши ночной услышу голос Твой В тиши ночной услышу голос Твой Когда скорблю ножой Глаза блестят слезой Отрешь своей рукой Я верю Когда в тиши ночной Услышу голос твой Открою широко Я двери Когда скорблю ножой Глаза блестят слезой Отрешь своей рукой Я верю Когда в тиши ночной Услышу голос твой Открою широко Я двери Слава Господу Слава Господу Проще и легче не доказать Существование Бога А показать существование Бога В нашей жизни Да Для меня всегда так вот Как бы страшно Такое вот понимание Что Можно верить в существование Бога Или по крайней мере Не отрицать что он есть И оказаться в аду Вместе с атеистами Это намного страшнее Я думаю нам в нашей жизни Действительно вот Я слушал псалом Который сегодня Исполнялся Господи Боже Смиримое сердце Дай для себя Ничего не желать И так далее Когда мы действительно Вот в таком состоянии Живем Пред Господом Ходим пред Ним И находимся То Вот это Даже атеисты И люди которые не верят в Бога Все равно будут вынуждены признать Что что-то не так Что-то нас движет Именно жить таким образом Отличаться от людей Которые вокруг нас Поэтому благословит Господь И действительно Из этого собрания Унести то что Как Андрей Павлович говорил Что помимо теории Есть и практика Есть практика нашего христианства Есть практика Показать в нашей жизни Господа Людям реально Поэтому благословит Господь Нас делать это Как в нашей жизни Когда мы пойдем От лица друг друга Встанем для молитвы Отец Небесный Мы снова приходим к Тебе Потому что нам не к кому больше идти Ты являешься творцом вселенной Творцом всего движимого и недвижимого Господи И мы благодарим Тебя за это Особенно мы благодарим Тебя За Сына Твоего Иисуса Христа Который однажды уподобился нам И находился на этой земле Господи Чтобы каждому из нас Дать спасение И надежду на встречу с Тобою Где мы будем вечно Общаться с Тобою Славить Тебя Господи Иметь общение с Тобою И в этот час мы благодарим Тебя За служение Которое мы могли иметь В этом доме молитвы За песнопение За слово Твое Господи Помоги в жизни нашей Действительно Показывать Что Ты есть Господи Показывать Что Ты спаситель Показывать то Что Ты Когда-то изменил Каждого из нас Господи И не просто изменил Но что Ты продолжаешь Менять нас В жизни нашей Когда мы общаемся Друг с другом Также храни нас И на вот эту Предстоящую неделю Приготовляй нас Господи К воспоминаниям Твоих страданий Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да пребудет со всеми нами Аминь С миром Божиим